Наталья Сергеевна здесь правильно сказала, очень большую роль играют законы, и эти законы мы должны принимать, которые стимулируют процессы в обществе к улучшению. И на последней сессии я предлагал три проекта законов, если бы их приняли бы, конечно там были недочеты, я не профессиональный юрист, но если бы парламент работал и аппарат парламента с благосклонно относился бы, то эти законы подправили, там были небольшие замечания, и они бы прошли, и сегодня мы бы находились немножко в других условиях, потому что я предлагал, допустим, по тем же выборам главы две вещи. Уменьшить фильтр до минимального порога для того, чтобы люди могли этот фильтр пройти муниципальный. И второе, это разрешить самовыдвиженцам заявляться на пост главы республики Калмыкия. По Народному хоралу я предложил следующую схему, выборы 50 на 50, значит по одномандатным округам и по партийным спискам. Сегодня вот те условия, к сожалению, которые у нас существуют, не позволяют гражданам активным выдвигаться в депутаты Народного хорала, для этого они должны быть только выдвигаться от партий. А мы здесь, вот Валерий Антонович, я, большинство людей вообще беспартийны, и мы не хотим вступать ни в какие партии. Но при этом мы не имеем права выдвигаться в Народных хоралах. Я считаю, что это ущемление прав граждан, и это надо исправлять, что я и предложил, но тем не менее депутаты согласовали. То же самое, вот сегодня вообще прибивают партии, да, то есть на выборах в РМО и СМО оставили две партии, как вы говорите, да, ЛДПР и Единой России. Но по ЛДПР вообще смешно, это за уши притянутая ситуация. То есть фактически это выбор из одной партии, Единой России. И это нарушает все возможные права граждан, которые представляют большинство. То есть сегодня партийных людей 2% от населения республики, от избирателей. Поэтому эти 2% не могут определять нам жизнь в целом. И мое такое мнение. Второе, вот о кризисе в умах, да, вот о котором я начал говорить, это основной кризис. Кто мы такие? Что мы за люди, которые сегодня регистрируются, а завтра отказываются, даже под давлением? Но ты, если ты имеешь собственное мнение, как мужчина, как гражданин, как родитель, как сын, почему ты на второй день отказываешься от своего намерения выставиться кандидатом в депутаты районного муниципального образования? Чего ты стоишь? Раньше старики наши говорили, ильчипляханым дэ, кэ. Вот такая простейшая фраза, которая характеризует суть ситуации. Чем так жить, лучше умри. Не позорься. И эту же фразу я могу отнести к тем депутатам городского собрания, которые избрали нам трапезников. Вот чем так жить и так вот голосовать единогласно за помидора? Лучше умрите. Сложите полномочия, не позорьтесь. Уйдите. Сегодня этот избранный гражданин нам устраивает день города. Пир во время чумы. Вот в пятницу был, я уже говорил, видеоконференция, да, при главе. И там этот вопрос звучал. И трапезников докладывал, что намечается большое шоу в виде карнавального шествия. Второе, намечается большое шоу спортивное, файт-найтс, бои. И третье, малая джангариада с концертами и скачками на ипподроме. То есть, что это такое? Они сами провозгласили, установили продление самоизоляции до 20 сентября. А 18 или какого там, 19, да, проводят день города. Сами нарушают те указы, которые издают. И потом, какой может быть день города? Вот по моему разумению, день города вообще надо устраивать, ну, раз в 7 лет. Нельзя его делать каждый год. Наша жизнь не настолько празднична, что мы каждый год, и не настолько у нас богатый бюджет города, чтобы тратить такие деньги. Кстати, вот на этом ВКС надо отметить, что Сангаджит Арбаев выступил против проведения дня города вот в такой форме, да, когда республику накрыла пандемия коронавируса, что нельзя устраивать такие большие праздники, но не нашел поддержки среди членов правительства. Поэтому, если даже внутри, на уровне заместителя, председателя правительства просят снизить вот такую массовость, да, и это разумно со стороны Арбаева, но не прислушались к нему, с другой стороны прозвучали там онлайн, да, без зрителей проводить. А тогда зачем, если нет зрителей, зачем, что это за праздник, День города? Для себя. Поэтому туда приглашены там первые, центральные каналы телевидения, откуда деньги? Лучше бы на тесты брать. Да, купите лучше тесты, экспресс-тестирование сделаете, да, по ковиду, возможность людям знать свое состояние. Поэтому вот об этом хочу сказать, что вот это безусловное подчинение, я вот из истории, после откачевки нашей большой части калмыков на историческую родину, даже царь, к нему поступила информация, он обеспокоился ужасающим состоянием степи. И сюда был направлен в конце 18 века сенатор Йенге с одной задачей, установить причины упадка степи. Вот так и называлось. И он, проведя здесь несколько месяцев, объездив большую часть территории Калмыкии, ну, тогдашнего, будем говорить, калмыцкого ханства, сделал вывод, что три причины. Первая причина – это безусловное подчинение большинства меньшинству. Засилие тех людей, которые управляют ханством. Что изменилось сегодня? То же самое, засилие и безусловное подчинение большинства меньшинству. То есть, когда люди безусловие падают на колени. Безусловное подчинение. И сегодня это сохранилось. Вторая причина была там – это засилие духовенства. и вот религиозное влияние на поведение людей. И мы сегодня его тоже видим. Третье – это пьянство и картежные игры. Предание вот этим двум порокам массово. И сегодня это тоже в наличии. Что изменилось там за 200 лет? Хотелось бы задать вопрос. Я вижу, что особо ничего не изменилось. Поэтому мы и находимся в упадке. А причины – те, которые указал тот сенатор Енгель в конце 18 века. И сегодня все-таки молодежь делись нам, провозгласила церковь на Холинбуде. И сегодня идет пробуждение. Сегодня вот этот наш круглый стол с участием депутатов различных партий говорит об этом. Да, мы нашли общую точку зрения. Мы обеспокоены кризисной ситуацией в республике и предлагаем незамедлительно принять меры к исправлению ситуации. И консолидироваться вокруг этой задачи. И вот в улучшении ситуации мы сегодня решили. Девять депутатов подписывают письмо о созыве внеочередной сессии. Сессии, чрезвычайно будем говорить, сессии Народного Урала, где будут рассмотрены те вопросы, о которых мы сегодня говорили. И я надеюсь, что не будет вот такой уж реакции неприемлемой к этой инициативе девяти депутатов. Я думаю, что в сроки, положенные по закону, такая сессия состоится. Предвижу, конечно, будет такое же давление, как на районных депутатов и депутатов городских. Будут вызывать по одному, давить, переубеждать, для того, чтобы не сложилось, чтобы эта инициатива благополучно испарилась. Но, тем не менее, я считаю, что люди уже просыпаются, пробуждаются. И примером тому Хабаровск, примером тому ШИС, примером тому служат Башкирии. Когда люди смогли выйти, найти себе мужество и защитить свой родной край. И они добились результата. Беспримерно, конечно, вот сегодня я считаю, что гражданский подвиг совершают хабаровчане, которые стоят уже два месяца. И никто с ними ничего не может сделать. Ну и у них, конечно, не реализуется их задача, но, тем не менее, факт беспрецедентный. И по науке вообще всем рекомендовано, там, силовым структурам, властям, что при сборе более 10 тысяч человек никаких мер силовых принимать нельзя. Иначе толпа становится неуправляемой. И поэтому с хабаровчанами никаких таких действий не производят. Я думаю, что в Калмыкии тоже надо эти вопросы ставить, для того, чтобы все-таки власти пошли навстречу пожеланиям людей, навстречу вообще сложившейся ситуации. И эту ситуацию надо улучшать. Вот такое мнение. И я рад, что сегодня консолидация депутатов разных партий есть. И она начинает работать. Я хочу единственное пожелать нам успехов. Для того, чтобы и всем нам, гражданам Калмыкии, независимо от национальности, для того, чтобы... Потому что все хотят жить хорошо. Чтобы и жить в комфортной среде. С хорошим здравоохранением, с хорошими школами, с хорошими детскими садами. А для этого мы должны действительно консолидировать все разумные инициативы. И никто никого не должен давить. Это относится к нашим сегодня управленцам, молодым. Так долго вы не протянете, если вы такое тотальное давление начинаете производить в каждом селе и в каждом районе. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке». Представленный в очерке народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.